приветствую друзья на связи александр шевелев как вы знаете на фондовой бирже можно торговать различными инструментами это могут быть акции облигации фьючерсы и так далее но есть еще один очень интересный инструмент об этом инструменте как правило говорят очень мало или говорят но настолько сложными словами что отпадает какое-либо желание вникать в эту тему этот инструмент называется опционы сейчас я говорю именно о биржевых опционах опционах которые торгуются в первую очередь на московской бирже это если брать россию чтобы вам стало понятно что это за инструмент приведу простой пример ключевая идея заключается в том что торговля опционами очень похоже на бизнес страховых компаний когда вы например оформляете страховку на автомобиль вы платите определенную сумму это так называемая страховая премия если за определенный период времени с вашим автомобилем что-то случится то вы получите сумму которая будет во много раз больше той которую вы заплатили если же с автомобилем ничего не случится то ваши деньги которые вы потратили на страховку просто-напросто сгорят тот же самый принцип действует и в опционах например вы считаете что цена сбербанка или какого-либо другого инструмента в течение ближайших нескольких месяцев вырастет и достигнет определенной отметки в таком случае также как и при покупке страховки на автомобиле вы можете купить опцион максимум чем вы рискуете суммы которые вы потратили на покупку опциона вы не сможете потерять больше того что заплатили за этот опцион но если ваш прогноз реализуется вы заработаете гораздо больше той суммы которые рисковали почему потому что это и есть тот самый страховой случай чем дальше был тот опцион который вы купили тем ниже была его стоимость и тем выше потенциальная прибыль так как вероятность того что рынок достигнет этой дальней отметки крайне низкая но самое интересное заключается в другом если снова в качестве примера привести страховой бизнес то у нас есть две стороны покупатель страховки это мы с вами и продавец страховки это страховая компания так вот торгуя опционами мы можем перейти на сторону страховой компании вместо того чтобы покупать мы можем начать продавать опционы и тем самым обзавестись теми преимуществами которыми обладают страховые компании давайте подумаем какова вероятность того что с вами произойдет несчастный случай и вы получите страховую выплату. В 99% случаев период действия страховки закончится, то есть вы потеряете деньги, уплаченные за страховку. Страховая же компания заработает. Это говорит о том, что с точки зрения оценки вероятности продажа является более выгодной, чем покупка. Если бы это было невыгодно, то не существовало бы и страховых компаний. Да, суммы заработка небольшие, но вероятность получения прибыли стремится к 100%. Именно так живут и процветают страховые компании. То же самое мы можем делать и торгуя на бирже. Например, мы не знаем, куда именно пойдет цена в ближайшей перспективе, вверх или вниз. Чтобы заработать на этом, мы можем продать очень дальние опционы. Опционы, которые расположены на тех уровнях, которых в ближайшие 1-2 месяца цена с высокой вероятностью не достигнет. Это может быть как какой-то уровень сверху, так и какой-то уровень снизу. Или оба уровня одновременно. При этом нам уже абсолютно без разницы, какие движения рынка будут происходить внутри этого диапазона. Как вы знаете, цена может двигаться в трех направлениях. Вверх, вниз или вбок. То есть, когда на рынке прослеживается консолидация или так называемый флэт. Так вот, покупатель зарабатывает только в одном из трех случаев, когда цена движется в нужную сторону. Вверх или вниз. Продавец же зарабатывает в трех случаях из трех. Когда цена движется в нашу сторону, когда цена стоит на месте. И даже в том случае, когда рынок идет против нас, против нашего уровня. И это наверное самое удивительное в опционах. Да, цена может двигаться против нас и в моменте мы можем иметь минус. Но если к экспирации контракта рынок не доходит до нашего уровня, мы все равно зарабатываем. Забираем всю ту прибыль, которая была заложена в опционе. Ни один другой инструмент не дает возможности зарабатывать при таких условиях. Конечно, и в продаже опционов тоже есть свои нюансы и не обладая должным опытом и знаниями, можно быстро потерять достаточно много денег. И я говорю это не понаслышке, так как сам неоднократно сталкивался с подобными ситуациями. Но контролируя свой риск, имея четкий план действий, зная как вы будете управлять своей позицией и как при резких движениях цены вы будете минимизировать свои потери, большая часть ваших сделок будет закрываться в профит. А на этом сегодня все. Если вы хотите получать от меня еще больше полезного материала по трейдингу и инвестированию, плюс получать доступ к моим еженедельным обзорам рынка, то подписывайтесь на мои аккаунты в социальных сетях. Все ссылки вы найдете в описании под видео. Ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным. С вами был Александр Шевелев и увидимся с вами в других моих видеоуроках. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok